Многие представляют его, что это какая-то загадочная личность, не подступиться к нему. Ну, во-первых, это так оно и есть. Но если подступился, то уже все нормально, нормальный человек. Что надо сделать? Не нужно ничего. Нет, надо просто, ну как, не нужно человека как-то... Возьми пять минут и перерыв. Пожалуйста. Кумерифицировать. Человека не нужно кумерифицировать. Не нужно себя принижать. Вот. Когда ты себя принижаешь, ты думаешь, ой, ну нет, он какой-то эдакий. Поэтому... Кумерифицировать. Нет, абсолютно. А познакомились, ну, на самом, кроме... Вот когда... Папьян. Кроме пиццу. Ну, кроме песочницы. Потом был долгий период, мы, наверное, в разных школах учились, и замыкнуты которые. И вот потом уже взрослыми, хорошими, настоящими актерами встретились. Ну, познакомились, я вот на футболе. Вот, наконец, вот больная мальчика, вот, которая между актерами, да? Ну, на тренировке. Ну, да. Ну, я, собственно, меня полицемат, и Миша, привел на тренировку, на ту самую, за которой я попустил пол. Вот так мы и познакомились. С первыми нашими словами, вот, сказанными друг другу, были примерно так. Че ты не дал пас? Че ты? Беги вперед! Вот, вот, это наше... Ну, он очень разговорчив. Да, в этом смысле он очень разговорчив. А вы друг другу на стрелях обходите? Обходим. Ну, да. А потом как-то правду говорите? Вы знаете, мы не настолько вот, прям, нет, ну, правду, слава богу, не приходится ничего скрывать, потому что, в общем... Мы друг другу нравимся. Нравимся, да, друг другу, но мы не настолько близки, чтобы сесть в этом. Я не, не, мне кажется, еще не вправе садиться и говорить, Олеша, послушай, там вот во втором отделении, ну, ты, знаешь, пойми. А вообще, Леша, там одно отделение. Мы еще, мы еще не настолько, мы и не настолько близки, и самое главное, что народные артисты знают, что делают. Хотя, может быть, как ни странно, вот то, о чем говорит Камиль, может быть, он и ждет каких-то слов, в том числе и правды. Ждет, наверняка. Мы не настолько близки, и мне неловко. Мы, коллега очень хорошо относится, мы не являемся просто его лучшими друзьями, самыми близкими. Мы так вот, просто так встретиться, поговорить по душам, такого у нас не было. Мы всегда встречались по поводу. Другое дело, что встречи эти были обоюдоприятными, я очень надеюсь, и нам бесыдно было увидеть. Но мы не являемся того уровня друзьями, чтобы сосредоточиться. То есть, в какой-то момент подружимся так, что, да, будем скидываться на спектакль друг друга. Пока это не так. Единственное, что можно пожелать Олегу действительно, чтобы у него, то есть он все время что-то делает, чтобы у него получалось. И это самое главное, ему самому нравилось. Если это будет нравиться, ему наверняка будет нравиться. И пусть, чего тоже хочется пролать, пусть не кончается энергия, с которой он что-то новое будет затевать. Да, потому что он люб нам именно своей энергией, да, которая началась еще с Костика, и дальше, значит, все... Нам нравится проявление этой его безудержной энергии. Да, да. Ну, то есть именно, да, новой какой-то работой, которая... Ну, то есть актеру... И ему будет в кайф, да, и всем остальным. Ну, знаешь, будет зрителем в кайф. Да, то есть актеру, собственно, это и можно пожелать, если ты с ним не так близок, чтобы знать какие-то нюансы, о которых можно говорить. Новых, хороших, достойных работ. В общем, вот так, Олег. В общем, Олег, с днем рождения. С днем рождения, с юбилеем. С днем рождения, с юбилеем. После 40 лет, это и... Да, после 40 лет пожелание здоровья уже имеет смысл. Мы это знаем. Целуем тебя.